Ка-ка-кара... Всем привет! Вы на канале Настольный Сюх, с вами я, Киса, и мы продолжаем обзор фракции Infinity. Основные фракции мы разобрали, и вот мы переходим к тому разделу, который мне не особо нравился на первый взгляд. Это Non-Illant Armies. Мы уже успели разобрать одну из армий, если кто хочет ознакомиться, ссылочка выше по описанию. Это были японцы, а теперь мы переходим к оставшимся. Так как последний выпуск, который мы обозревали, был Тоха, то я подумал, что было бы неплохо их объединить вместе. Итак, сегодня мы с вами обозрим фракцию Spiral Corps. Или же спиральная компания? Итак, Spiral Corps. То это такие, с чем их едят, откуда они взялись, зачем, куда и почему, и что это за компания, покрытая мистикой и тайной. И все, кто пытается про нее что-то узнать, таинственным образом исчезают и умирают. Сегодня мы с вами это все обсудим. А откуда берут истоки названия данной компании? Вообще, что это такое? В свое время это была компания, частная военная компания, которая базировалась на планете Ворона. Ну, военная компания, которая достаточно множество разбросана по всей хуман сфере. То есть, те же там самые Дошатые, Вайт Кампани, ну, это крупные гиганты, которые у всех на слуху, ну, а также были различные маленькие компашки. Spiral Corps была одна из них. Выполнял различного рода заказов, такие как и государственные, так и частные. И вот в один прекрасный момент приходит заказ на разборки с хелотами. Это местные фауны, которые живут на Вороне, они разумные, и с паникянцами у них возникают на конфликты. Естественно, под финансированием Юджинга, почему бы и нет? Эти паникянцы им с японцами немножко поднасрали, а тут вот им с хелотами по ногу ответочка прилетает. Нужно было сделать определенную задачу, но получилось так, что вот что-то тихо не получилось это все провести. Получилась перестрелка, погибли невинные хелоты, в итоге началась шумиха, и денег никто не получил. В итоге репутация была подмощена, никто не захотел работать с недотепами, и спиральная компания пошла на подкородство. Но потом, в какой-то момент, ее выкупают, закупается оборудование, появляется свой космический корабль, а это не все могут себе позволить, не всем по карману. И у всех на устав появляется на зоне этой компании Spiral Corps, Spiral Corps, она поможет вам в борьбе с шашвастями, типа, вот такие опытные ребята, типа, все такие, ну да, какие шашвасти, кто это такое проще, ну, что, зачем, куда, почему. Да нет, вам стучатся в двери представители, люди, включая представители террасы Тоха, такие, мы поможем вам сохранить ваши данные. Вы же, наверное, слышали об угрозе шашвасти, все такие, ну, что-то такое, да, в Майя.нет читали, типа, шашвасти, везде, типа, интегрировались в фум-сферу, типа, злобранные пришельцы. Такие говорят, мы специально обученные, мы бойцы Тоха, мы давно уже сражались с шашвостями, типа, плати нам денежку, а мы будем тебя охранять, ну, и, типа, там, показатели, перестрелочки в Майя.нет показывать то, что, ну, действительно, ребята отрабатывают свой хлеб. Таким образом, Spiral Corps запускает свои нити практически во все, что только можно. Ну, если бешеный, популярный, нанимают как элитные профессиональные бойцы со стороны людей, так и непосредственно собирается контингент Тохи, который остался после того, как врата Дедалласа были закрыты. То есть, такая достаточно грозная сила, особенно включая то, что это одна из немногих компаний, у которой есть свой собственный космический корабль. Либо на Каарам стоят у руля данной компании. Что приковывает внимание прессы, типа, кто такая, откуда взялась, что, зачем, куда, почему. И одно из репортеров нанимают на расследование. Как раз-таки очень интересно описано ход действия расследования данного репортера. Бахар Замин, это Тоховский репортер, который остался на территории хуман-сферы. После того, как закрылся Дедаллас-Фолл, безработный, естественно, ну, ему прилетает такое умел, типа, а не хочешь ли ты покопаться в Spiral Corps, типа, узнать, что, зачем, куда и почему. Ну, и заработать на это не жадно. Ну, что человек говорит, ну, а что бы нет, деньги везде, деньги. Ему дает аванс, дает ему вводную о том, что вот, встретиться с этими, узнай про них и то, сё, третье, десятое, ну, еще откуда, что взялось. Он начинает собирать информацию, так как он Тоха, то с помощью карахты ему намного проще договориться с представителями Тохов. Он назначает встречу, он общается с мисс Карам, то есть ему назначают очень быстро встречу, куча обученных профессиональных бойцов его провожают. Он начинает задавать периодические вопросы, интересующиеся, типа, а вы кто такая, откуда взялись, всё с этим проще. Ну, и также ведёт своё внутреннее расследование, чтобы узнать, ну, как-то всё слишком нечисто, как так, компания такая маленькая, быстренько добилась такого успеха, и всё с этим связано. И следующее, на что он начинает натыкаться, о том, что люди, которые пытались что-то расследовать про эту компанию, почему-то таинственно исчезали. То есть, ну, очень странно, как бы, да, у каждой частной военной компании есть свои секреты, но чтобы так охранять секреты и такая бешеная популярность, ну, очень странно. А благо у этого паренька оказывается знакомый, кто раньше работал в этой организации. Бывший вояка, который прошёл фронт Парадиза, потом на Парадизе он получил ранение, его выгнали из армии, он прибился к Спаррил Корпс, поработал, а потом, как он сказал, что, братан, ты молодец, компания устаканилась, мы набрали своих проверенных бойцов Тоха, вы ледишки, идите лесом. И вот он остался, и не удел, но, как он сказал, с большим количеством денежных средств. Наш чудо-репортер назначает ему встречу в одном из баров и начинает попутно выведывать, что, зачем, куда и почему. Оказалось, что мисс Карам является дочкой одного из главнейших миссия, кто возглавляет гигантский конгломерат в Тохе, очень влиятельный, подпольный, интрижный. И непосредственно нужно было создать компанию. Но чтобы создать компанию, просто так, это нужно очень много денег. В итоге начали искать обанкротившиеся компании и как раз-таки выводим на Спаррил Корпс. Ну, нужны деньги на развитие. И так, пока наш репортер встречается со своим товарищем в баре, чтобы узнать немножко побольше о Спаррил Корпс, как они устроены внутри, подъехала рекламная интеграция от нашего спонсора. Купить миниатюры Infinity можно в лавке Орка. Большой ассортимент и приятные цены. Лавка Орка – официальный дистрибьютор Infinity в России. Твоя скидка 20% на первый заказ Infinity по промокоду INFOORG20. Возвращаемся обратно в бар, чтобы узнать, что же такое Спаррил Корпс. Так как Тоха у нас биоинженеры, мы это с вами обозревали в предыдущем обзоре, то они быстро делают что? Наркотики. Правильно. Миска Рам делает сеть наркотических лабораторий и она выводит следующий урод наркотик под названием Фаиска. Фаиска – это селергия, наркотик выведенный Тохой. То есть прям он делается из чистого силка или же шелка. Напоминаю, что из данного материала также делают куб. Куб – это флешка, в которой записывается сущность человека на всей протяженности его жизни. И в случае гибели, так назовем уже, тела, то эту флешку можно интегрировать в новое тело и таким образом восстановить личность. И человек получает условное бессмертие. Ну так вот, из этого чистого силка делается очень мощный наркотик. Делается подпольная, развитая сеть по распространению данного наркотика. Деньги текут далекой. И в какой-то момент мисс Карам продает за кругленькую сумму весь этот бизнес и также продает патент на производство данного наркотика. Ну что, репортер такой, блин, это, по-моему, неправильный ход. Она что-то делает не то. Ну что, вояка говорит, ты совсем меня, наверное, не слышишь. Наркотики – это не то, что она гоняется. И люди, которые ее прикрывают, это не то, что им нужно. И начинает дальше копать. Его прям заинтересовали эти слова, типа, а как так? Ну, когда разговор был закончен, они выходят из бара и вылетает неоткуда машина и избивают его бойца. И тут начинает потихонечку доходить до нашего Тоховца о том, что городские легенды о Триумверате могут быть реальны. Он начинает шугаться в каждой тени. Он доводит свое расследование о том, что спиральная компания-то на самом деле – это Триумверат в чистом виде, который пробрался в хуман-сферу, чтобы именно заполучить информацию, чтобы засунуть в свои паучьи сети как можно глубже, собрать всю информацию по людям и уже ими манипулировать на страхе шашвасте. Делает копии и делает анонимную рассылку в случае его гибели. В том числе, и он пытается пробиться через блокаду как раз-таки Додалос, чтобы люди, ну, именно его раса Тоха узнала о том, чем занимается здесь Spiral Corps, о том, что Триумверат – это реальность, это ничего подобного не мир. Ну, в итоге данную рассылку получают все, кто хотя бы был с ним знаком, так как данный репортер был убит. В итоге что мы получаем? То, что спиральная компания на самом деле – это не что иное, как Триумверат в чистом его появлении. То есть все те, кто ждали, когда же будет секретариал Тохи и Триумверат, хотели поиграть за вот эту вот подпольную организацию, которая контролирует всю Тоху – это и есть спиральная компания. То есть Spiral Corps – это не что иное, как боевое воплощение Триумверат. Потому что если мы углубимся чуть глубже, что такое Триумверат? Это секретная подпольная организация влиятельных людей, которые контролируют абсолютно все в мире Тоха. Они контролируют дзечи, они контролируют экономику, они контролируют политику, они дергают за ниточки именно непрямым воздействием, то есть как обычно «мамы пришли, запугали, вот у нас армия». Нет, они им делают психологически. То есть мы создали мнимого врага Шашвасти. Ну как бы, а он же есть, но не факт, что он есть. То есть именно здесь, то есть это как из ДМБ. Видишь суслика? Нет, и я не вижу. А он есть. Мы создали некий облик на основании новости о том, что Шашвасти могут просочиться в нашу родную систему Рогана. И все, мы закрываем быстренько до Dallas Fall, чтобы нам Тоха не мешала делать свои темные дела. Дальше мы запугиваем людей о том, что угроза Шашвасти реально. Все нанимают Spiral Corpse, который мы создали. Таким образом мы свои маленькие блоки наших людей интегрируем в каждую систему, получаем доступы, потому что а как нам тогда ловить Шашвасти? Никак. И мы начинаем собирать информацию. Основная цель Spiral Corpse это найти дзечи, которые похитили с планеты Парадиза люди и где-то о 12 их прячут. Угроза Шашвасти это очень хороший предлог, чтобы открылись все двери. Таким образом маленькое зло интегрировалось в хуман сферу. Их задача далеко не защищать людей. Далеко не помогать, как бы это могло бы показаться. А не что иное, как быстренько ликвидировать ненужных целей, такие как дипломата Мара Сигур, ставим своего человека из Тремвераты. Таким образом начинаем вербовать еще людей. Основная задача Spiral Corpse недопущение открытия обратно в Рад, чтобы настоящий Тоха не узнал о том, что здесь втихую подпольными играми занимается Тремверат. То есть полностью увнесение людей, возлаживание их путем создания синтетического наркотика, чтобы они выступили как вот живое мясо, которое оттянет комбайн на себя на то время, пока Тоха успеет перегруппироваться, перезарядиться и дать отпор комбайну. То есть все во имя предсветания Тохи. По-другому никак. Именно такой девиз у Тремвераты. А каким способом они это будут добиваться, это уже никого не волнует. Те же самые городские легенды о куетан-импостерах. Это юнит Тохи, который, ну, как бы миф. Никто никогда не знает, что это такое или кто это. Но, однако, внезапные жертвы иногда бывают, там, застрелили у себя дома, либо там на выставке, кого-то быстренько убрали. Ну, вы думаете, что это случайность? А вдруг и нет. И может быть, даже сейчас мы с вами рассказываем... А в конце, как всегда, я выражаю огромнейшую благодарность всем тем шикарным людям, что поддерживают меня на Патреоне и Бусти. А именно... Фидель Пиночетов, Артем Севенред, Невезучий Лодж А.К.Старый, Павел Кузнецов, Василий Сигватрыков, Волбер, Алкан Эгейн, Анатолий Джекар-Коновалов, Игорь Козлов, Евгений Мрул Сафронов, Влад Призрак Иванов, Алексей Герыч Гордеев, Юрий Хмелевской, Андрей Роди Родионов, Марсель Джаком Абатыршин, Дмитрий Крик-Архипов, Константин Гиллер-Поляков, Никита Райму-Нефёдов, Крис Этерн, Артём Арт Демиденко, Дмитрий Бабин, Тироэль Ворм, Влад Кузьмин, Иван 52 Джокера Копылов, Витол Бош, а также, конечно, Его Величество, Юрий Дивайн Диван Александров. Спасибо вам ещё раз огромное! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...